МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Воскресенье в столице Колымы отметили День туризма. 23 года тюрьмы получил колымчанин, убивший молодую девушку. Осужденный скрывался от правоохранительных органов на протяжении 6 лет. Много лет назад совсем юной девушкой Елена Благиных пришла работать музыкальным руководителем в 61-й Магаданский детский сад. С тех пор прошло 38 лет, и Елена Львовна ни разу не пожалела о сделанном выборе. За многие годы работы ей удалось рассмотреть и вырастить не одно поколение талантливых музыкантов. Так, например, лауреат государственной премии, пианист Александр Пискайкин был именно ее воспитанником. По словам Елены Благиных, именно любовь к профессии и детям помогает ей преодолевать любые сложности. Ну, когда приходишь на работу, и когда к тебе приходят вот такие малыши на занятия, и несмышленные глазки на тебя смотрят, и ждут что-то от тебя интересного, что-то нового. Поэтому, конечно, все печали, все горести и все какие-то неприятности сразу забываешь, когда видишь этих малышей. За преданность профессиональному делу Елены Благиных была удостоена звания почетный работник образования города Магадана. Высокую награду ей и ее коллеги Леи Таран вручил мэр Юрий Гришан в стенах родного 61-го детского сада. Почетное звание получили и два педагога детского сада номер 7. Им были удостоены Галина Задорина и Елена Марку. Глава Магадана поблагодарил дошкольных работников за их самоотверженный труд и отметил, что благодаря их работе в Магадане вырастают замечательные люди. А накануне праздника Дня воспитателя и всех дошкольных работников воспитанники детского сада номер 15 и их родители дружно поздравили тех, кто ежедневно занимается воспитанием и обучением дошколят. Дня воспитания Дня воспитания Дня воспитания Поздравляем! 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 Ура! Мы вас любим! Нынче праздник на Руси воспитателей страны! Пусть мечты их воплотятся, наяву преобразятся! За труд всегда мы вам признательны и поздравляем вас с Днем Воспитателя! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Всемирный день туризма отметили в Магадане. В этом году Россия праздновала День любителей походов в 37-й раз. В минувшее воскресенье в городском парке «Маяк» для горожан провели тематическую викторину, организовали выставку литературы о походах по северному краю, Центральная городская библиотека имени Куваева провела выставку, «Душа золотой Колымы Магадан», где сотрудники учреждения рассказали о первопроходцах Магаданской области. А региональное агентство по туризму продемонстрировало красоту природы региона в рамках фотовыставки «Открой для себя Колыма». Горожане смогут увидеть часть нашей огромной экспозиции, которая у нас представлена на визоколыма.ру, которая выставляется ежегодно в библиотеке имени Пушкина. Также сегодня в парке «Маяк» у нас представлена сувенирная выставка продажа. Это сувениры туристко-информационного центра с логотипами, с значительными знаками Магаданской области, а также отток объединения творческой культуры и магии севера представляют национальные сувениры коренных малочисленных народов. Активных туристов и организаторов походов по Магаданской области отдельно поздравили в спорткомплексе «Металлисты». «Это день романтиков, на мой взгляд, день людей, у которых основное увлечение – это ходить по земле. Сегодня здесь присутствуют такие люди, и вот сегодняшняя наша встреча – это, наверное, такой небольшой эпизод подведения каких-то определенных итогов, хотя мы прекрасно видим и по погоде, и понимаем даже, что, наверное, туристический сезон не закончен, и он круглогодичен». Представители регионального министерства культуры и туризма, спорткомитета, отделения РГО, Магаданского туристского клуба и заместитель мэра города Юрий Газетов вручили грамоты и благодарности за активное содействие всех, причастных к развитию туризма на Клуме. Виновного в жестоком убийстве девушки поймали спустя 6 лет под Ростовом. Следствием и судом установлено, что в апреле 2014 года 36-летний ранее судимый Евгений Колесник со своим знакомым в одной из квартир Магадана совершили убийство 22-летней девушки, которая ранее состояла в отношениях со сужденным и прибыла в областной центр из Билибина для сдачи экзаменов. Мотивом для убийства бывшей возлюбленной стали ее показания по уголовному делу о причастности Колесника в краже ювелирных изделий на Чукотке. Злоумышленники проникли к жертве домой, хладнокровно лишили беззащитную девушку жизни и спрятали тело в лесу на 146-м километре автодороги Колыма. По горячим следам соучастника поймали в 2015 году и суд приговорил его к лишению свободы сроком на 17 лет. Сам же организатор убийства покинул Магаданскую область и был объявлен в международный розыск. На протяжении почти шести лет сотрудники следственного управления совместно с оперативниками УМВД России по Магаданской области разыскивали Колесника в качестве обвиняемого по данному уголовному делу. Велась кропотливая работа, которая была завершена в сентябре 2019 года его задержанием в Ростовской области. После этого обвиняемый Колесник был доставлен в Магадан, где следователи завершили расследование выделенного в отдельное производство в отношении его уголовного дела и направили его в суд. На основании всех собранных следствием доказательств по совершению обвиняемым жестокого убийства 22-летней девушки коллегия заседателей признала Евгения Колесника виновным в совершении всех инкриминируемых деяний. Магаданский суд вынес ему наказание в виде лишения свободы на срок 23 года в колонии строгого режима. Магазин «Тысяча запчастей». Мы сами закупаем и разбираем автомобили в Японии и привозим в Магадан только самые нужные запчасти. «Тысяча запчастей» в наличии на «Берзина-12». Приходите, поможем с выбором. На связи с вами по телефону 61-75-75. Рассветки и фактуры, которым позавидуют ведущие кутюрье планеты. Шикарные обои производства Италии, Германии и России. Богатый выбор и безупречное качество. Мастерок. Магазин правильных решений. Карломаркса 62. Друзья, подписывайтесь на рекламный инстаграм-аккаунт «Рекламная лавка Магадан». Здесь всегда свежая и актуальная реклама, услуги, объявления и вакансии нашего города. Будьте всегда одними из первых в курсе всех акций. Распродаж, поступлений товаров, новых услуг, свежих вакансий и еще массы интересных и нужных объявлений. Только проверенная реклама из первых источников. Добро пожаловать в инстаграм-аккаунт «Рекламная лавка Магадан». Магазин «Контрактные автозапчасти» реализует протестированные автозапчасти для японских автомобилей в наличии от японской компании «СМС Экспорт Джапан». К приобретаемым вами моторам прилагается видео-тест работы двигателя, проведенной японской компанией. Предоставляем услуги автосервиса. Действует гибкая система скидок. Регулярные поступления товара по разумным ценам. По предоплате – скидки. Ждем вас по адресу улица Кужзаводская, 12, во дворе сервисного комплекса «Миля». Телефон 8-914-850-4050. Во вторник, 29 сентября, в Магадане переменная облачность, небольшой дождь. Температура ночью около 6 градусов выше нуля. Днем столбики термометров поднимутся до 8 градусов. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба. Ветер западный и северо-западный – 2,4 м в секунду. Влажность составит 83%. Склад магазин строительных материалов «Крас» представляет гипсокартон и комплектующие, сухие строительные смеси, древесно-плитные материалы, лакокрасочная продукция, пиломатериалы, гровельные материалы и крепеж в ассортименте. Осуществляем достатку по звонку. Телефон 63-66-92. Субтитры создавал DimaTorzok